здравствуйте меня зовут женя и сейчас мы проведем краткий обзор инструкции по пользованию электромобилем nissan leaf 13 года выпуска и выше и начнем мы с ключа у нас есть один такой ключ в котором находится настоящий ключ который нам по сути не нужно он нужен нам только в том случае если у нас села батарейка и не работает наш брелок бесключевой то мы можем открыть дверь автомобиля вручную а так он у нас прячется в брелок и то что нам нужно это вот такой вот брелок который может находиться у нас в кармане либо где угодно еще первая кнопка закрыть машину нажимаем закрывается все двери вторая кнопка открыть машину она работает с двух режимов нажимаем один раз открывается водительская дверь нажимаем дважды открываются все двери третья кнопка открыть зарядный лючок нажимаем содержание третья кнопка также открывает нам замок блок если у нас вставлен пистолет и четвертая кнопка это поиск машины на парковке мы нажимаем ее удерживаем 3 секунды и машина начинает сигнализировать нам где она находится пищи часто бывают случаи непонимания почему не закрывается ляда багажник объясняю машина имеет бесключевой доступ и когда ключ находится рядом багажник всегда открытый машина увидит поэтому если вы закрыли машину можете смело уходить отойдя на несколько метров машина закроет багажник и никто не сможет его открыть перейдем внутрь машины и поговорим о всех подробностях здесь включается машина двумя способами первый это включение для езды мы нажимаем педаль тормоза и нажимаем кнопку старта доступ без ключевой ключ у нас должен быть в салоне нажимаем один раз у нас загорается на табло зеленая машинка иначе машина готова к езде мы можем включать джойстик и ехать и второй режим это включение без педали тормоза мы нажимаем на старт один раз и с одного раза у нас запускается зарядка начинает работать начинает работать магнитола и на этом все если мы нажмем кнопку включения второй раз запускается все машина не может ехать мы не можем поехать но работают все стеклоподъемники кондиционер и переходим к джойстику есть три режима вперед-назад и нейтралка и четвертый парки вперед на себя назад под себя паркинг нажимаем вниз и нейтралка налево и их содержанием две секунды включается нейтралка все это мы видим на экране на приборной панели все это видно вперед-назад нейтралка по управлению на руле правая часть руля оснащена управлением круиз-контроля также здесь у нас эко режим в данной машине у нас есть би иди режим и кнопка эко мы выбираем в каждом из режимов возможности режима эко в данном случае это будет просто педаль газа будет становиться ватной в левой части руля у нас управление громкостью переключением радиостанцию либо дисков и управление звонками у нас полный электропакет передние и задние стеклоподъемники можно заблокировать возможность открытия или закрытия стеклоподъемника всеми остальными кроме водителя разблокировать вот у нас есть интересные две кнопочки при скорости в 10 или 20 километров автоматически блокируют все дверные замки и когда мы приезжаем то обычно все держат за ручкой и ничего не происходит почему потому что нужно в ручном режиме открыть все двери если мы это забываем то получать такие неприятные ситуации постоянно и последнее это только зеркал выбираем зеркало левое либо правое и когда выбрали зеркало можем его поворачивать лево вправо вверх вниз то же самое право право вниз в режиме среднем это недоступно джойстик просто стоит на месте теперь про ручник либо данном случае правильно называется стояночный тормоз находится на нас под левой ногой вот эта педалька push on push off на нем написано мы ее нажимаем и стояночный тормоз у нас активен еще раз нажимаем и отпустили мы стояночный тормоз кондиционер авто включили выбираем температуру и собственно все автоматика все делает сама если мы хотим вручную то переходим в ручный режим сами выбираем скорость освещения вентилятора направление движения воздухозаборников и настраиваем так как нам хочется радио диски громкость выключить карта меню основного можно подключить телефон здесь либо пультузу слушать музыку поиск каналов и вот эта кнопка у нас тоже интересная тоже и будет отдельное время посвящено это тоже множество настроек по климат-контролю по таймерам по зарядкам слева у нас показания дневного одометра есть два режима а и b мы коротким нажатием листа между режимом а и b на центральной панели видно эти режимы и нажатием содержанием две секунды мы сбрасываем выбранными либо а либо b показатель и самая сложная кнопка это кнопка бортового компьютера у нас есть много режимов найдемся по настройкам бортового компьютера здесь у нас есть часы будильник или нет сахта у нас настройки температуры и скорости единицы измерения по температуре это выбор между фаренгейтами и цельсиями по скорости это выбор между милями и километрами значит Значит, правой кнопкой сверху мы листаем, левой применяем. Сейчас мы правой верхней выбрали, например, километры. Нажимаем левую, применяем. Язык, русского нету, есть другие языки. Эффекты – это звуки, которые при включении машины и так далее. И factory – это сбросить можно на стандартные настройки. Вот эта менюшка очень интересная. Когда мы встали на зарядку, то сейчас вы видите, напротив каждого 6 кВт, 3 кВт, 120 Вольт у нас указано время. Это примерно время зарядки. Тогда, когда мы встанем на зарядку, у нас напротив той станции, в которой мы включились, то есть если у нас 6-киловаттная станция, то напротив 6 кВт будет указано время. Только напротив 6 кВт. Если это 3-киловаттная станция, домашняя, например, заряжательная, 220 дома, стандартная зарядка, у вас будет напротив только 3-киловатт стоять время. Что мы видим? Слева у нас температура батареи, возможные нормальные границы, это зоны синие, это плохо уже внизу, и красная зона вверху тоже это плохо. Все, что между, это средние нормальные рабочие режимы. С правой стороны у нас 88 км, это прогнозируемый запас хода при 68% заряда текущего. Компьютер считает по прошлому владельцу, например, если я активный драйвер, то у меня будет маленький пробег прогнозированный. Если я еду как пенсионер, то при таком же 68% заряда у меня будет показатель больше. Два фактора, которые влияют на продолжительность жизни батареи. Первый, это плавный разгон, он влияет и на продолжительность жизни, и на пробег на одном заряде. И второй, это не допускать разрядку батареи меньше 20%. Глубокий разряд так же вреден, как и зарядка чарджера, поэтому не опускайте разряд меньше 20%. И не разгоняйтесь слишком динамично, и ваша батарейка будет служить вам долго.